Краевому дворцу молодежи не в новинку встречать большие шумные театральные представления, но такое здесь бывает не каждый день. В гостях у Жарптицы фестиваль, который уже шестой год проводит Алтайская митрополия. Каждый год темы неизменно религиозные, но всегда разные. Например, на этот раз постановки посвящены жизни и деятельности святых апостолов. Шесть творческих коллективов из одного только Барнаула, в основном команды церковных приходов и воскресных школ. Ставят и даже пишут пьесы зачастую сами участники разных возрастов, при этом выбирая порой весьма актуальные темы. Наша постановка «Крым. Наследие апостола Андрея Первозванного». Это современная постановка о присоединении Крыма, о тех страданиях и переживаниях жителей. Нам нравится выступать на публике. Мы в нашем храме уже выступали, но это была малая сцена. А сейчас мы, получается, всем коллективом первый раз выйдем на большую сцену. По словам организаторов, такой православный театр – своего рода возвращение к театральным истокам. По их словам, именно такие постановки на религиозные темы еще в 17 веке заложили основы театрального искусства в России вообще. Поэтому критерии для отбора победителя, а это все-таки конкурс, своеобразные. Здесь как бы не нужно особой игры, особого изображения чего-то из себя строить. А именно органичность, чтобы вот в этой пьесе все было просто, осмысленно. Кстати, уверены организаторы, поскольку многие участники театра планируют в будущем или уже являются служителями церкви, сценический опыт поможет им увереннее себя чувствовать, например, читая проповедь. До конца этой недели фестиваль пройдет в Новоалтайске, Бийске, Заринске. Поскольку там есть свои любительские театры, то в целом участие примут 20 коллективов. А 4 ноября фестиваль вернется в Барнаул. Тогда в концертном зале Агиика пройдет гала-концерт. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.